Историческим событием называют сотрудники интердома сегодняшнее мероприятие. В честь 141-го дня рождения основателя учреждения Елены Стасовой и в рамках подготовки к юбилею Победы перед школой-интернатом появится сиреневая аллея. Кусты с патриотичными названиями День Победы, Парад Победы, маршал Соколовский и другие высаживают гости, друзья и воспитанники интердома. Есть дубовая аллея 1934 года, которую сажали первые воспитанники интердома, которые прибыли сюда в 1933-1934 году. Она идет вдоль разделительного нашего забора с локомотивом, с стадионом. А напротив дубовой аллеи в 2002 году мы заложили рябиновую аллею памяти в честь 18 погибших наших воспитанников в Великой Отечественной войне. Около года длились переговоры с международной организацией «Сирени», специалисты которой дарят саженцы представителям разных городов России и зарубежья. Буквально несколько дней назад интердомовцы привезли с форума «Дети за мир на планете» подарочные сеянцы кустов сирени. Среди девяти растений было одно уникальное имени основательницы школы-интерната Елены Дмитриевны Стасовой. Может она не сразу расцветет, но я буду надеяться. Мы будем все стараться, ухаживать за ними и будем надеяться, что она расцветет и будет так всегда. Через несколько лет я планирую сюда вернуться и увидеть, что эта аллея будет очень цветная, и ребята будут ухаживать за ней так же, как и мы. Право посадить самый дорогой для собравшихся сеянец досталось Светлане Александровне Рассулиной, потомственному педагогу интердома, учителю с 42-летним стажем. Ее мама, немка по национальности, участвовала здесь же в посадке дубовой аллеи в 1934 году. Светлана Александровна уверена, сирень украсит подъезды к интердому и будет очень символично в канун 70-летней годовщины Победы. Сирень, потому что в день Победы, 9 мая, никаких тюльпанов еще не было, то есть цвели, а сирень была. Поэтому все сиренью, вспомните фильмы шли или журналы по экрану, солдаты все были букетами и светками сирени. Специалисты Международной организации сирени сохранили интригу и не рассказали интердомовцам, как будет выглядеть нововыведенный кустарник имени Стасовой, какие на нем будут цветы. Воспитанники и педагоги учреждения до весны запаслись терпением. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.